Здравствуйте! Самое время узнать подробности арт-событий. Вы смотрите Культурное обозрение. С вами, как всегда, по пятницам Алла Новоженина. К чему привела прививка от фашизма? Подробности показа киноленты Первого канала для Орловской публики. Среди шуб и попугаев условия работы губернаторского оркестра. Мария Харитонова готовится стать новой звездой об участии орловчанки в новом телешоу. Мой дед танкистом был. Благотворительный концерт в поддержку ветеранов. Орел привили от фашизма. Именно с таким намерением в наш регион приезжала творческая группа Первого канала. На показ документального фильма пригласили тех, в памяти которых живы события Второй мировой. И тех, кто читал об этом в книжках. Совпали ли впечатления от увиденного у этих двух категорий зрителей? Смотрите далее. Идея создания фильма родилась после знакомства с историей освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Александр Ильин вспоминает, как в прошлом году приехал в Орел на День города и не смог забыть подробностей встречи с ветеранами. В процессе работы над материалом в руки съемочной группы попалась редкая хроника, на основе которой был построен фильм, рассказывающий о подвиге русских солдат. Документальная лента призвана беспрекрасно рассказать о цене победы. Сегодня пытаются каждому завоеванию дать национальность. Национальный признак. У советского солдата не было национальности. Это была одна семья. Это была одна победа. Они убивали стариков и детей, женщин и мужчин, русских и поляков. Убивали всех, только убивать. Забыть о судьбах миллионов погибших невозможно и сегодня. В зале ветераны и дети войны живые свидетели событий 70-летней давности. Но фильм повествует не только об истории Второй мировой. Установленная на Рестаге в мае 1945 года наше знамя победы ознаменовала завершение войны. Советский Союз спас страны и народы Европы от фашизма. Казалось, с этим вирусом покончено навсегда. Но прошли годы. И очаги этой опасной болезни начали возникать в разных странах. Почему? Противостоять фашистским проявлениям в 21 веке поможет документальная прививка, говорили участники встречи. А выработанный иммунитет позволит искоренить коричневую чуму навсегда. Для областной филармонии начался очередной том «Хождение по мукам». Город то выставляет счет за аренду помещения, где ютится оркестр, то вновь продлевает договор. Но эти квадратные метры для филармонического коллектива настолько малы, что одно из ведущих учреждений культуры вынуждено скитаться по съемным площадкам. О чемоданной жизни губернаторского оркестра наш следующий сюжет. Конкурс «Молодые дарования Орловщины» проводится ежегодно на протяжении 13 лет. Но в этом году одно из самых значимых мероприятий для талантливых детей было под угрозой срыва. Губернаторскому оркестру пришлось работать одновременно с выставкой меховых изделий с одной стороны и выставкой животных с другой. Вчера первый раз мы работали в формате 3D. То есть на сцене звучит музыка, а где-то возле потолка раздаются крики животных и пение птиц. Ну и как в концепцию симфонии Чайковского, первой «Земные грезы», это как-то нормально входило. Передвижной зоопарк, правда, перед концертом прикрыли. Животных успокоила то ли темнота, то ли классическая музыка. Максим Козлов приехал в «Орел» из московского престижного музыкального заведения. Только ради того, чтобы сыграть с орловским оркестром. Это почетно вообще для вас? Ну да, считается, что первый раз я в жизни играю с оркестром на концерте, тем более. Таких, как Максим, одаренных молодых людей в этом году пять. Послушать классику в их исполнении пришло столько желающих, что зал ДК «Железнодорожников» едва мог вместить. От года в год участников становится больше. А это значит, что вопрос аренды площадки постоянно открыт. Вот и приходится губернаторскому оркестру в который раз искать компромисс. На этот раз звуки симфонии звучали из-за шуб и клеток с попугаями. А что будет завтра? Наша землячка-орловчанка Мария Харитонова, принимавшая участие в шоу «Голос», активно снимается в телевизионной программе «Новая звезда». Старшего сержанта вне ведомственной охраны ОМВД подтолкнула к участию в этом проекте управления культуры. Это просто безумное какое-то путешествие, очередное в моей жизни, потому что совершенно непредсказуемо, совершенно вот так вот оно, хоп, и пришло. И я прям рада-рада безумно, потому что это море талантов, это, конечно, какой-то опыт огромный очередной и куча-куча-куча всяких разных эмоций. Старшего сержанта вне ведомственной охраны ОМВД подтолкнула к участию в новом проекте управления культуры. Мне позвонили с нашего управления культуры, сказали Маше, есть конкурс, пришло в положение, давай попробуем. Мы попробовали и получилось. Отстали заявку, нас отобрали и пригласили для съемок. Мария уже прошла отборочный тур. Шоу с ее участием зритель может увидеть на телеканале «Звезда» уже в конце этого месяца. Новый проект для Марии значит гораздо больше, чем шоу на Первом канале. Мария не раскрывает секрет, какую песню она будет исполнять, чтобы сохранить интригу в своем выступлении. Мне хочется, чтобы победить обязательно, я не иду туда за победой. Мне хочется попасть в финал для того, чтобы выступить на Большом галоконцерте 8 мая, посвященном моему самому любимому празднику, наверное, в этой жизни, это День Победы. На днях состоялась акция по сбору средств на строительство сквера артиллеристов. Она прошла в творческой форме через демонстрацию оружия, военного снаряжения, фронтовых фотографий и документальных свидетельств орловцев. Кульминацией акции стал концерт «Мой дед героем был, и я таким же стану», средства от которого перейдут на благоустройство сквера. Для Максима важно, что можно не только научиться разбирать автомат, но и подержать в руках фронтовое оружие. Я люблю очень военную технику, мне это очень нравится, я играю в такие игры. Оружие, боевая техника, военное снаряжение и фотодокументы Второй мировой. Геннадий Майюров говорит, что это возможность рассказать историю победы молодому поколению на наглядных примерах. С молодежью надо разговаривать на новом, понятном языке, об истории надо рассказывать, об истории яхт, как о Зоре здесь тихие. Тогда они будут понимать, для чего вообще мы занимаемся этой военно-патриотической работой. Многим участникам акции едва исполнилось 9-10 лет, но ребята знают историю страны и осознают важность увековечивания подвига солдат-артиллеристов. Это было страшно, страшнейшее, что могло происходить вообще в мире, погибло очень много людей, но наши все-таки справились, это очень хорошо. Ну да, если бы наши не справились, я не знаю, что бы сейчас, этого всего бы не было. Елена Майюрова задумала проект акцию несколько лет назад. Режиссер уверена, что увидит продолжение своим начинанием и в заводском районе города скоро будет построен мемориальный комплекс. Почин вот уже такой как бы начался, да. Мы предполагаем, что мы сейчас только по проданным билетам соберем 150 тысяч рублей, только по проданным билетам, плюс дарительные чаши. Ну и потом, я всегда говорю, что память и вообще ход 70-летия, он же не закончится 9 мая. Татьяна Исаева говорит, что этой акцией город открывает череду мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Орла. Сегодня мы начинаем основные мероприятия на встречу празднования 70-летия Великой Победы. Дарительные чаши наполнялись щедро и охотно, причем, выходя из зала после концерта, зрители жертвовали повторно. Не знаю, счастье больше может, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, зелёная, и праздновать с тобой. В это воскресенье будет отмечаться очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана. Сегодня эта дата на календаре звучит так – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. О том, как и с какими чувствами встречают эту дату воины-интернационалисты, а в частности командир и сержант, участники войны в Афганистане, узнаете с сюжета. Андрея Новикову было 18, когда его призвали в армию и отправили на службу в Афганистан. Это было особое время. В стране был взят курс на перестройку, а войска уже готовились к выводу. Вспоминать эти годы не очень хочется, потому что всё-таки было тяжеловато 18 лет всё это переваривать. Что-то недопонимал, поэтому руководствовался старшими. Что старшие скажут, то и делал. Служившие тогда в Афгане и не знали, что их интернациональный долг долгое время будет в забвении. О них не будут вспоминать практически 15 лет. Свидетелями остались только фотографии и память, уничтожить которую невозможно. Это немножко пожелтевшая фотография, но это наша часть, вид с горы. Вот она вся, где батальон правительственной связи 311 стоял. Это Кабу. Пережить это время помогла дружба. Так получилось, что командиром у сержанта Андовикова стал земляк Николай Кузнецов. Вот на этой уникальной черно-белой фотографии, взятой с презентации фильма «Девятая рота», они вместе в одном окопе. А мы дружим до сих пор. Почему? Потому что и он довольно активный человек, насколько я знаю. То есть он любит и военно-патриотическое воспитание молодежи. То есть у нас настоящая мужская дружба. Я бы вот так назвал. Николай Кузнецов тоже хранит ту же самую фотографию. Говорит, что в подчиненной орловчанина выбрал сам и не разочаровался. Когда мне сказали, что вот один из орла, я сразу сказал, это будет мой подчиненный. Потому что я сам из орла приехал туда служить. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Вместе довелось пережить многое. Подъемы по тревоге, экстремальные учения и постоянное напряжение. Тогда, в 89-м, они готовились к выводу войск правительственной связи. Мне как раз посчастливилось последнему перейти границу с Афганистаном 15 февраля по 8-го. Последним из системы правительственной связи КГБ СССР. Кстати, 15 февраля будет как раз юбилей создания войск правительственной связи. 72 года будет создание. Получается у вас два дня? Да, два праздника сразу. Сегодня воины-интернационалисты вернули себе почет и уважение. Это то, что не должно забывать новые поколения россиян, говорит полковник запаса Николай Кузнецов. Это наша идентификация как нации. У меня всегда есть пожелание, чтобы никогда ни один родственник не ждал своего ребенка, мужа, каких-то еще родню с войны. О культурном отдыхе на ближайшее время расскажет Афиша. 14 февраля, в день всех влюбленных, юных зрителей приглашает театр кукол на волшебную калошу в 11 часов. 14 февраля театр «Свободное пространство» на сцене ДК «Железнодорожников» представит спектакль «Ханума» в 18 часов. В этот же день в русском стиле «Варшавская мелодия» в 18 часов. Этим же вечером театр драмы имени Тургенева на сцене городского центра культуры представит «Королевскую мышеловку» в 18.30. В филармонии будут звучать старые песни о джазе в 18.30. 15 февраля, в русском стиле, утренний спектакль для детей «Три поросенка» в 11 часов. Этим же утром в театре кукол спектакль «Буратино летит на луну» в 11 часов. 15 февраля вечером в русском стиле «Мысль» в 18.00. 15 февраля в 16 часов в областном центре народного творчества состоится благотворительный концерт «Музыка добрых сердец» с участием артистов областной филармонии. 16 февраля театр драмы имени Тургенева представляет спектакль «Принцесса на горошине» в областном центре народного творчества в 13 часов. 17 февраля в русском стиле «Дом сумасшедших» в 19 часов. 18 февраля театр драмы имени Тургенева представит спектакль «Принцесса на горошине» в областном центре народного творчества в 13 часов. Вечером русский стиль покажет спектакль «Концерт «Я люблю тебя, Россия» в 19 часов. 19 февраля театр драмы имени Тургенева на сцене ДК «Металлург» покажет спектакль «Василий Теркин» в 13 часов. Вечером в театре кукол постановка театра «Свободное пространство» и «Мигранты» в 19 часов. 20 февраля театр «Свободное пространство» на сцене ДК «Металлург» покажет «Бендюжник и король» в 19 часов. Этим же вечером в русском стиле спектакль «И плывет корабль» тоже в 19 часов. В Краевическом музее открылась выставка Александра Худасова. В выставочном зале Союза художников «Пленэр-2014». В выставочном центре фотовыставка Владимира Ададурова. В Краевическом музее на третьем этаже выставка «Икон». В выставочном зале музея Тургенева выставка «Мода времен Тургенева». В Музее изобразительных искусств Сальвадор Дали священное послание. Завтра на нашем канале в 20.05 смотрите программу «Исторический квартал». Речь в ней пойдет об истории Красного моста. Один писатель сказал, умение отдыхать для некоторых искусство потруднее, чем умение работать. Желаю вам освоить это искусство. Хороших вам выходных. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова